привет друзья еду с тренировки выезжаю точнее приседал очень доволен сегодня в принципе ничего не делал размялся хорошенько затем сделал пару сгибаний ног лежа я люблю вы знаете накачивать кровью бицепс бедра перед тем как приседать для того чтобы создать такую подушку если хотите подробнее найдите мое видео статью об этом где подробно рассказываю как что и для чего и кстати друзья очередное мое сегодняшнее видео будет о приседаниях почему а потому что на моем youtube канале кто не видел зайдите срочно посмотрите вышло очередное видео о приседаниях которая снова всколыхнула войну глупых людей вот по-другому я сейчас не скажу против моря адекватных людей что приятно девушки женщины взрослые пишут о том как они наконец-то стали видеть что их не а папа хоть немножечко начала расти увеличиваться только после того как они начали приседать потому что начитались наслушались меня глупого и наконец-то отбросили всю эту хрень папа махи всякую другую ерунду но друзья хорошие новости наконец-то вы можете покупать одежду с логотипами heavy metal джин переходите по ссылке в описании в мой магазин на все майки точка ру вы видите на данный момент есть пять различных картинок быков быки довольно таки брутальные очень интересно и качественно смотрятся мужская женская одежда выбираете себе цвета размеры и грубо говоря сами себе заказываете маечку которую хотите майки футболки есть женские варианты естественно тоже различных цветов и размеров также есть у нас еще и худи сейчас вы увидите на экране тоже это пока что все женская одежда есть детская одежда тоже не забывайте и худи многие любят есть с капюшоном есть без выбирайте тоже различные цвета все на майки точка ру цены довольно таки недорогие и каждый может себе позволить теперь футболку майку или даже бейсболку с логотипом любимого канала ну что друзья теперь у вас есть все что вы хотите также можно купить и кружки и бутылку даже для того чтобы на тренировке пить из нее здесь я хочу подчеркнуть это ерунда для того чтобы увеличивать ягодичные мышцы ни в коем случае это не ерунда как просто для общего тонуса если вы тренируетесь дома если ваша задача просто хорошо себя чувствовать чтобы ваши мышцы были в тонусе да это это хорошо это лучше чем ничего это нужно делать это полезно делать это хорошо и приятно но друзья если вы хотите чтобы ваша попа начала расти гипертрофироваться конечно это же в основном то должны хотеть девочки хотя если вы бодибилдеры у вас тоже плоскожопия ничего в этом красивого нет для бодибилдинга вы знаете очень важно вот это симметрия гармония развития тела на мой взгляд почему сейчас современный бодибилдинг смотрится не очень хорошо да потому что с увеличением невероятной гипертрофии теряется вот эта эстетическая часть и очень сложно уже соблюдать баланс при нашей человеческой земной до антропометрии все-таки чтобы быть еще массивнее нам нужно уже быть по два с половиной метра роста чтобы это смотрелось эстетически именно вот со стороны красоты это я про мужской бодибилдинг говорю все знают мой подход к женскому бодибилдингу бикини в частности мне очень нравится бикини в россии и мне очень не нравятся бикини в штатах потому что в штатах на пять уже это все идет я не раз говорил в гипертрофию и в супер сухость а бикини все-таки создавалась не для того чтобы уходить опять вот в это чрезмерие увлечения мясом сухостью это не есть здоровье вот красивая подтянутая женская фигурка спортивная без жира вот это красиво но супер сухость и особенно когда у девочки видны все кубики четко ярко поверьте в девяносто девяти процентах случаев это отсутствие менструального цикла отсутствие менструального цикла это нездоровье конкретное нездоровье ну ладно вернемся к приседаниям что интересно и я сейчас почему говорю что глупцы только не приседают потому что вот прям чтобы не быть пустозвоном зайдите почитайте последний комментарий причем от мужика который пишет что да при всем там при том что приседания там эффективны но приводит такие доводы у вас начнут расти огромные бедра задница и это тяжело это же надо пахать понимаете вообще просто отчет тогда в зал ходишь сиди себе дома дрочи писю все физкультура качай бицепс доволен будешь только руки меняй чтобы не было гипертрофии одной мышечной группы и еще девушки в основном пишут что мне нравится все таки девчонки больше актуальных девушек на youtube чем парней мужиков наверно все-таки больше сидит там хейтеров дрочеров я не знаю глупых каких-то просто троллей судя по комментариям хотя есть и адекватные люди тоже и обидно что те люди которые получают пользу даже не обидно это не то слово неправильно что те люди которые получают пользу которые видят эффект они обычно даже лайк не ставят я уж не говорю о том чтобы написать комментарий где высказать свою точку зрения поблагодарить за информацию полезную за то что она действительно работает таких единиц и а это лично меня и я уверен любого другого блогера из любой сферы не только и спорта фитнеса это мотивирует это радует это показывает что мы не просто так работаем для вас а хитрый тролли или те кому не сработало но наверняка и такие бывают те почему-то не скупятся у них есть время на то чтобы писать всякое говно ну это как бы говорится наши реалии но вернемся опять к приседам что такое присед этот человек который написал он сомневается выбросе гормонов но это вообще смешно потому что это факт просто представьте себе присед со штангой на плечах и любое другое движение в или по помахе там друзья ну вы реально думаете что стресс от любого из этих упражнений даже если их сложить вместе равен тому стрессу а вы не забывайте что все в принципе является стрессом просто есть стресс положительный есть стресс отрицательный положительный стресс от упражнения в виде выброса анаболических гормонов в приседаниях равен там тем же папа махом да даже с утра до вечера махайте своими ногами хоть взлетите хоть научитесь летать девчонки папа от этого у вас не вырастет читайте комментарии от людей которые пишут что с ними случилось после того как они начали приседать во во-вторых самое тупое что только можно прочитать что это приседание вызывают грыжи друзья посмотрите статистику грыжи в первую очередь вызывают подъемы штанги на бицепс это статистика почему да потому что тупоголовые вокруг я честно вам скажу был таким же дебилом тупоголовым первые наверное лет пять я этого не стыжусь но и не горжусь и не скрываю этого когда я начинал тренироваться я ненавидел приседать почему да потому что это тяжело а я работал на конвейере на ногах в пол седьмого утра я был уже на работе потом полчаса шел пешком на тренировку естественно я недолюбливал эти приседания приседал там блин раз в четыре месяца раз полгода так просто чтоб галочку поставить но я делал становые тяги почему да потому что меня перло мне нравилось тяга меня прям распирала сколько бы я не ставил я все поднимал мне это было прям в кайф вот друзья понимаете мы делаем то что нам в кайф но это неправильно нужно делать то что эффективно что касается грыж и протрузии поверьте если мы возьмем сейчас сравнивать людей у кого есть грыжи то 90 процентов людей не то что не приседают они вообще не ходят на тренировки и делать вывод о том что приседания приводят к рыжам но это все равно что говорить о том что жизнь приводит к смерти это естественно если ты тупой то тебя не только приседания но как показывает статистика да и практика вот тупых больше и обычный подъем штанги на бицепс приводит к травме я уже даже видео не раз снимал показывал технику как правильно делать с читингами без читинга и почему какие упражнения приводят к травмам посмотрите как делают сейчас приседания румынские тяги там становые тяги много других упражнений вот так называемые фитоняшки ну тупоголовые которые не думают башкой а вот делают все что просто увидят там или кто-то им подскажет якобы это новые технологии разработки поднимаясь верхнюю точку они уводят таз вперед и сжимают ягодицы друзья может показаться логически что да это нужно делать но это тупизм во первых когда ты выпрямляешься полностью ты распрямляешь колени хочешь или не хочешь будь это приседания будь то это тяга или становая либо румынская и что происходит во-первых весь вес переходит с мышц на коленные суставы на тазобедренные суставы и вы как раз таки подавая таз вперед создаете вот тот негативный момент который приведет вас в принципе при любых весах к изнашиванию межпозвоночных дисков как раз таки в том районе поясничного отдела который все мы знаем который вот приводит к таким болям кстати замечу здесь я целую статью выпустил что становая тяга чё там вылетела из башки чё хотел сказать после приседаний тоже видать туплю да 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 извиняйте друзья вообще старею так вот хотите быть здоровыми приседайте только тупые приседают вообще вот в отказ когда тебя задавливает то же самое касается становой тяги когда мы с вами работаем над гипертрофии над здоровьем нет ничего лучше чем приседания и не только для ягодиц и для ног это для всего тела потому что идет хороший очень мощный выброс анаболических гормонов и приседания доказано что это лучшее упражнение для здоровья обратите внимание сейчас и парни и девочки которые боятся увеличить свои мышцы почему не нужно этого бояться простая причина потому что большая нога скажем так ну условно ну девчонки вы никогда не сделаете себе огромные ноги без применения анаболических стероидов ну просто не стоит даже об этом говорить смешить бабушку но большие ноги именно мышечные это залог здоровья это залог здоровья вашего сердца и всего организма в целом сосудов это профилактика варикоза кстати кто думает что при варикозе нельзя приседать делать там любые упражнения 100 это тоже чушь друзья нужно посмотрите мое видео как нужно жить тренироваться при варикозе не слушайте всякую хрень варикоз естественно вы к нему предрасположены генетически если он у вас есть он у вас появится естественно неправильным образом жизни можно его только спровоцировать к примеру прокачка икроножных мышц голени как мы ее называем это прямая профилактика против варикоза и когда у вас мощные голени это облегчение работы сердца связано это с системой клапанов почитайте в венах почему это так происходит не поленитесь вот сейчас такое время что хочется давать информацию но не так чтобы прям вот все разложить потому что как показали психологи лучше где-то где-то не досказать чтобы человек заинтересовавшийся а я в первую очередь делаю свой контент для тех людей которые думают чтобы они начали немножечко сами искать и тогда ценность информации повышается тогда восприимчивость усвояемость информации повышается понимаете мне очень часто пишут что в моих видео много воды как вот здесь сейчас друзья но я наоборот горжусь этим потому что мало кто может как-то что-то обоснованно говорить да хейтить срать там в комментариях могут все и я могу и тогда так делаю но стараюсь все-таки этого не делать потому что фитоняшки редко бывают адекватные они почему-то агрессивно сразу начинают посылать тебя нахер что ты не понимаешь ничего что резиночки это супер что папа махи это супер что корсет это супер хотя все это именно то что приводит к травмам уводит вас от прогресса и делает вас тупыми почему-то в том что вы перестаете вообще просто думать размышлять понимать что происходит ну друзья я здесь не буду вас обвинять потому что понимаю насколько загружены большинство россиян работой детьми проблемами кредитами царьком этим тупым немерено проблем и хочется когда вы приходите к примеру к доктору да вы же не всегда стараетесь вообще вникнуть почему вот именно эта таблетка как она там действует почему как биохимия будет протекать не спрашивайте и совершенно логично что обращаясь за помощью к тренеру тем более покупая его услуги до приходя в шикарный фитнес-клуб чем дороже чем больше мы платим тем мы думаем что качественнее обслуживание к сожалению не так вот я вам сейчас скажу мысль она многим покажется крамольной но этот и так и есть чем дороже абонемент фитнес-клуб чем он богаче тем меньше шансов что вы там что-то получите подчеркнете полезное почему кто смотрит мои видеоролики тот сам даст ответ на него но я подскажу потому что фитнес-клуб в первую очередь огромный такой куда вложены миллионы и миллионы денег он получает прибыль не от ваших абонементов даже он получает прибыль колоссальную от персональных тренировок тренера получают мизер основная масса финансов идет именно в клуб и все шикарные вот эти огромные фитнес-клубы зарабатывают в первую очередь на персональных тренировках не верите мне пообщайтесь с персональными тренерами которые уходили которых выгоняли из фитнес-клубов а критерий один продаешь ты 100 150 тренировок в месяц или не продаешь и смотрят еще сколько у тебя людей остается сколько уходит и я как сам персональный тренер говорю вам что нас обязывают хорошо что я могу себе позволить да не работать там с тупыми людьми с клиентами которые приходят к тебе именно чтобы получить эффект и не эффект от твоей тренировки и начинают в клиниваться в процесс построения тренинга отношения к питанию зачем ты ко мне вообще пришел если ты сам все знаешь и хочешь тренироваться по-другому иди тренируйся пожалуйста вон этих фитоняшек блин немерено иди плати бабло и дрочись из года в год плати обогащай фитнес-клубы у меня наверное процентов 70 людей уходит именно из-за того что я не даю вот этой вот всей современной фитнес-чуши поэтому и вы смотрите когда вы приходите в клуб тренер бедный тренер он даже не виноват в этом он вынужден впаривать вам чтобы вам было интересно в первую очередь да чтобы не дай бог не заскучали потом под штангочкой куда-то не ушли к другому тренеру и дай бог другой клуб потому что тренер потеряет работу вот он и вынужден изобретать колесо каждый раз каждую новую тренировку по сути он должен изобретать колесо что-то менять предподнося это как разнообразие в тренинге особенно мне нравится все мы индивидуальны каждому нужен индивидуальный подход друзья да это чушь на которой вот делается основное бабло когда вам говорят что вы индивидуальный друзья но это же просто смешно что у вас мышцы состоят из другого вещества или биохимические процессы которые вызваны механическим воздействием от упражнения действуют на вас как-то по-другому чем на других людей вы прилетели с другой планеты или может быть вы вылезли из центра земли ну научитесь друзья пожалуйста уже думать головой а не жопой тем более если она у вас плоская если у вас плоская жопа друзья девчонки приседайте она вырастет и может быть хоть в ней появятся мозги для того чтобы вы переосмыслили все то что происходит в мире чем проще тем лучше грыжам не приводят приседания а тупая голова приводит грыжам понимаете и так во всем во всей жизнедеятельности человека если ты не включаешь голову то страдает твоя жопа извините за выражение что сегодня так много и часто употреблял это слово приседайте делайте тяги подтягивайтесь отжимайтесь вот в четырех этих упражнениях спрогрессируйте будь вы парень или девушка вы просто будете шокированы то тем результатом который наберете за полгода если вы тренируетесь уже лет пять-два года вот эти полгода покажут вам что вы занимались херней в этом можете прочитать я это не придумываю мне пишут об этом люди в комментариях которые прочитали мои книги которые изучали мои статьи видеоролики друзья надеюсь вам интересно такой формат видео потому что благодаря такому формату я могу доносить простым языком свою философию свой подход к тренингу который приносит именно результат а что самое главное для человека когда ты приходишь к зубному получить результат здоровый зуб когда ты приходишь фитнес-зал ты хочешь либо похудеть да если ты девушка хорошо стройно выглядеть если ты парень ты хочешь быть сильным ну сейчас модно быть и подтянутым красивым в этом нет наверно ничего плохого так что друзья ну все в мире относительно кроме подхода к тренингу и к питанию все очень просто ничего нового никто не изобрел а все что изобретается и преподносится сейчас под соусом индивидуальности вашей это просто обычная обычная такая фишка лохотрон для того чтобы посадить всех нас на вот эту иглу постоянного оплачивания проплачивания персональных тренировок друзья обязательно пишите мне в комментариях нравится ли вам такой подход согласны вы со мной или нет приседаете вы или не приседаете и жду новых вопросов на темы которые вы бы хотели чтобы я обсудил с вами вот так в прямом эфире а потом это вы увидите на youtube канале у меня приятно как всегда с вами было пообщаться вот начал чуть-чуть отходить от приседаний сегодня приседал и чувствую себя прекрасно что рекомендую сделать и вам если вам тяжело действительно вот приседать выбросите в день примеру ног все остальное и делайте только приседания приседаете приседайте научитесь приседать глубоко в хорошей технике растягивайтесь и все будет хорошо и попа начнет расти и мозги появятся и чувствовать себя будете лучше потому что повторяю что для здоровья нет ничего лучше чем приседать и если у вас лишний вес вы приходите в зал а вам рекомендуют бегать на дорожке сразу уходить от этого тренера это стопудово безграмотный тренер либо просто он не хочет тратить на вас время что чаще всего и бывает научитесь приседать без штанги без веса возьмите просто трубу такую пластиковую сейчас во многих залах и то есть особенно в кроссфит залах где отрабатывают технику тяжелоатлетическую приседайте и еще одна фишечка от меня хотите научиться классически красиво безопасно приседать используя простую палку смотрите видели наверняка есть такое упражнение у тяжелоатлетов я снимал об этом видео называется рывок это не толчок когда сначала вес забрасывается на грудь потом человек опускается в глубокий присед резко встает и поднимает штангу над головой нет это когда берется штанга очень очень широким хватом практически окончания грифа с обеих сторон и мощным рывковым движением сразу поднимается наверх вот этого вам не нужно вам нужно просто взяться очень широко поднять штангу над головой обратите внимание хорошенько свести лопатки выпечить грудь вперед как бы штанга должна быть над головой и немножечко сзади и в таком при положении начать приседать увидите насколько глубоко вы будете приседать какая будет ровная спина и с помощью такого приседа вы научитесь еще и не клевать тазом посмотрите как детки приседают дети приседают очень грамотно не обучаясь ничему потому что природа это закладывает и выполняя такое движение каждый раз перед приседанием там в трех пяти подходах не бойтесь там много повторений делать нужно самое главное выработать вот этот двигательный стереотип у себя в голове как чтобы нейроны наработали вот эту меж мышечную связь между головным мозгом и нашими мышцами да с помощью нервов вот это все очень важно двигательный стереотип выработается появится навык и вам будет очень легко обучаться грамотно и хорошо приседать друзья надеюсь вам было интересно все я побежал надо купаться надо что-нибудь поесть хорошего всем вечера увидимся как всегда в тренажерном зале